Теперь я хотела поговорить о том, что я купила себе для волос. Значит, я купила себе вот от этого же доктора Санте спрей для расчесывания с маслом Макадамии, восстановление и защита. Тоже я его еще не открывала, если вы видели предыдущее видео уход за волосами, я там показывала, что у меня есть спрей, и кстати, для легкого расчесывания, и кстати, я до сих пор им пользуюсь, он до сих пор не закончился, но там уже осталось совсем чуть-чуть, хотя я пользуюсь им каждый раз, кстати. То есть он достаточно экономный и на всю длину мне хватает, чтобы их распылить его и расчесать. Причем я так распыляю, знаете, не псс-псс, а так конкретно, так чтобы нормально уже, если расчесываться, то нормально расчесываться. В общем, вот этот доктор Санте, ну не знаю, понравился он мне, полюбился. Тут масло Макадамии и кератин. Точно так же, я думаю, в использовании. Пшик-пшик и хорошо расчесался, и приятные, хорошие волосы. Значит, вот такой спрей. Дальше от этой же лаборатории Эльфа, которая выпускает вот эту линию доктор Санте, у меня вот такой я шампунь себе купила. Шампунь. Тройная сила. Значит, он против выпадения волос. Я не знаю, как у вас, но у меня, вот в этот декабрьский период, у меня постоянно лезут волосы. Расчесывай, не расчесывай, накладывай маски, не накладывай, береги их, не береги, трогай, не трогай. Они постоянно у меня выпадают. Ну, как бы по объему на голове этого не видно. Наверное, это какие-то ненужные волосы отпадают, я не знаю. Но у меня так каждую зиму. Я, конечно, не особо паникер в этом плане, но хотелось попробовать вот такой шампунь. Тем более, он тут с натуральными ингредиентами. Это репейное, касторовое, розмариновое масло. Еще раз покажу его, если вы его встретите в магазинах. Можете взять попробовать. Кстати, вот эта бадья, она тут литр, и она стоит сравнительно недорого. Я, честно говоря, уже не помню, сколько. Ну, приблизительно столько, сколько стоит пол-литра профессиональной косметики. Мне кажется, где-то так. Ну, так, после него, вот я им уже пользовалась несколько раз, и вы знаете, после него хорошие волосы. Абсолютно не жалуюсь, они быстро не грызнятся, не жирнятся. Они, ну, кончики, как бы, сухие-сухие, им нужно масло и всякое прочее. Но по всей длине волос, после него, в принципе, хорошие остаются ощущения. Также от этой же фирмы, эльфа, я купила себе репейное масло с красным перцем. Ой, как же вам показывать? Наверное, никак. О! Репейное масло с красным перцем, которое стимулирует рост волос. У меня все мечта-мечта вырастить себе длинные-длинные волосы. Ну, конечно, не до пят, но хотя бы до поясницы. У меня когда-то такие были, что они застревали у меня в карманах курточек. Ну, не знаю, это было прикольно. Потом оно, конечно, все отмирает, отпадает. В общем, я их ростю-ростю, но пока никаких успехов нет. Поэтому я решила себе еще и масло прикупить. Значит, там ничего, в принципе, сложного в его использовании нет, но для меня сложно. Потому что мне тяжело понять, как из просто вот этой открытой штучки масло нужно нанести себе на корни головы. То есть на корни волос. Корни головы. Интересно, где у головы корни? Наносишь ты туда их, массируешь, массируешь, сидишь 20-30 минут, а потом смываешь с шампунем. Ну, не обязательно это будет этот шампунь. То есть это, ну, как бы это не серия, в принципе. Они не одинаковые, там, и все такое. Просто любым шампунем смываешь ее. Но мне непонятно, как я могу на всю голову вот это нанести. Мне мешают волосы, в принципе. Ну, как бы, как я нанесу вот здесь. Мне приходится там рыться, рыться, что-то втирать. Я делаю просто. Я вот так вот его бульк на руку, вот так вот раз на макушку, и потом растираю. Так как он остается потом на руках, я втираю еще его вот сюда. Что я хочу сказать? Конечно, может быть, это бы звучало как-то странно и смешно, но дело в том, что я им пользуюсь уже месяц, и у меня за этот месяц волосы выросли на 2 сантиметра. Воображение! Которые вчера я в парикмахерской отстрихла, потому что... Потому что это были посеченные уже кончики, которые нужно было оживить, так как я давно не была в парикмахерской. Именно с сентября месяца вот это я мучилась, терпела. И, наверное, это был еще один факт, почему мне было стыдно снимать для вас видео с собой. Что хочу сказать, что они реально подросли. И знаете, они стали такими какими-то... Может, это из-за шампуня? А может, это я так много свойств наделяю этому маслу? Не знаю. Они стали такими какими-то объемными, вот знаете, толстыми такими, сильными, крепкими. Но сейчас этого не так видно, потому что, как я уже сказала, вчера я была в парикмахерской, и мне их вытянули красиво, уложили. Ну, конечно, я уже ходила с заколкой по дому. Ну, и тут волна у меня осталась, и все такое. Кончики такие сейчас еще красивенькие, пока не помыла я их сама. В общем, реально волосы становятся... Вот после того, как я начала пользоваться вот этим маслом и вот этим шампунем, волосы стали толстыми. Ну, вот знаете, как бы не тонкие там висят три сопли, а реально такими хорошими, упитанными такими. И сразу видно толщина. Вот ты идешь, и на спине так на тень смотришь. Знаете, я люблю, когда вечер и так фонари, я люблю идти смотреть на тень, как там мои волосы поживают. Боже, я надеюсь, я не одна такая. Вот, и получается, это красит, и ты идешь, а там такой целый комок такой тебе по спине. Ты не думаешь, о боже, это что мои волосы? В общем, я так рада была. Также хотела сказать вам еще за два продукта, но дело в том, что ими я еще не пользовалась. Одним пользовалась моя мама, а вторым еще никто не пользовался, потому что я купила его вчера. Но просто хочу вам рассказать и показать, и, может быть, узнать, если кто уже этим пользовался, чтобы оставили мне какие-то комментарии, отзывы. Может, кто-то знает что-нибудь об этой косметике. Это итальянская фирма Тико, значит, тут у меня Стилистико и Экспертико. Все, в общем, у них на Тико заканчивается. Значит, это маска для волос. Не знаю, какая она, у меня заканчивается Талариаль, как раз, на Форс Вектор. Она еще закрыта тут. Как только я закончу, начну эту, потому что 10 масок начинать, это не в моем духе. Мне надо то закончить, а то начать. И, значит, вот такой жидкий лак для волос. Я не знаю, может быть, уже кто-то сталкивался с такими, но это была не я. Он создает эластичную, естественную фиксацию в прикорневой зоне волос, при этом он добавляет объема. То есть, этот лак не тот, который нажал и пшшшшш, а потом такой хоть кирпичом бей по голове, а там ничего не слышно, потому что вот такой слой. Это жидкий лак, он как спрей, как вы видите. И плюс ко всему он защищает от вот этих УФ-фильтров. Также, чем он хорош, он не склеивает волосы, нету такой, знаете, как вот сопельки там висят, такие раз-раз-раз, как может быть от лака, если его нанесешь слишком много. Причем, знаете, как хорошо, если ты, допустим, торопишься на работу и немножечко проспал, но за два дня, допустим, ты нанес вот этот лак, ты можешь немножко влажными руками взбодрить себе волосы и тем самым придать, опять же, свежесть и объем. Я не говорю, что он заменяет шампунь, нет, понятное дело. Но какой-то объем на день, конечно, там, если в течение дня хотя бы немножко его подпушивать, ну, уже не влажными руками, а просто, как бы, волосы хотя бы свои немножечко приводить в порядок, то он реально спасает. Насчет объема, это 100% уже проверено, то есть объем сохраняется, и даже если вы спали, я же говорю, просто встряхнете себе голову, как бы, мало того, что, ну, понятное дело, расчесаться, как-нибудь припушите. И тогда ваш объем к вам вернется. Это гарантированно. Ну, насчет маски, как я уже сказала, как только я ее протестирую, я сразу же дам вам знать, что это хорошее или нехорошее. Я, кстати, выбрала себе для сухих и поврежденных волос. Ну, в принципе, у меня сухие и поврежденные только кончики, я вечно хочу с ними как-то бороться и постоянно, ну, пытаюсь что-то с ними сделать. И я постоянно покупаю косметику именно для них, не думая про корни там и все прочее. Я все хочу спасать свои несчастные кончики, которые просто сходили с ума от того, когда я была то беленькая, то черненькая, то снова беленькая, то снова черненькая. И вот я опять почти беленькая. Ну, у меня верхнее эмилирование, сверху беленькая, снизу темненькая еще тот цвет остался, но уже немножко отрастает мой цвет волос. Видите, насколько разница видна? Вот оно отросло. Вот это мой цвет волос вверх, а вот этот цвет, которым я красилась, когда была темненькая. Просто чудно. Чудно, я как черепашка, или знаете, вот это как-то кошки черепашьего окраса. Там было очень много серий вот этих тика, различных-различных, ну, я как обычно, сухие и поврежденные. В принципе, это все новинки косметики, которые я хотела вам показать. Спасибо за уделенное время. Не смейте с меня по поводу маньячества и лореаля. Ну, вот такая я. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хороших новогодних покупок. Легко выбирать подарки и себе, и окружающим. Радовать и себя, и окружающих, потому что я уверена, что каждый из нас этого достоин. Хорошего вам дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok